Всем привет! В наших роликах о системе решений для малого розничного бизнеса 1С Просто, мы уже неоднократно упоминали приложение 1С Мобильная Касса. Популярность этого продукта стремительно растет, так что настало время рассказать о нем поподробнее. Именно этим мы сегодня и займемся. 1С Мобильная Касса Это удобное и простое рабочее место курьера или кассира, которое можно установить на смартфон или планшет с операционной системой Android. А еще 1С Мобильная Касса может работать на некоторых специализированных Android-устройствах, например, таких как умная касса MS-POS. О смарт-терминалах MS-POS мы уже рассказывали на нашем канале. Возможностей 1С Мобильная Касса достаточно для работы курьера или кассира-продавца в небольшом магазине. Вы можете начать продавать ваши товары или услуги буквально через несколько минут после установки программы. Интерфейс совсем простой, с ним разберется даже школьник. Кстати, есть даже режим Кассы самообслуживания. Для продажи весового товара можно подключить совместимые весы или продавать товар, который уже заранее взвешен на весах с печатью этикеток. Можно оформлять возвраты по ранее оформленным продажам, а также откладывать непробитые чеки, чтобы потом к ним вернуться. Поддерживается работа одновременно с несколькими системами налогообложения. Маркировка вам тоже не страшна. Можно продавать любой маркированный товар, кроме лекарственных средств и ювелирных изделий. Только обратите внимание, что приемка маркированного товара должна осуществляться в товароучетной системе или на сайте честного знака. В 1С Мобильная Касса можно торговать даже алкоголем. Но для этого потребуется, чтобы где-то в локальной сети был доступен УТМ. Ну а для курьеров в 1С Мобильная Касса реализован необходимый функционал для работы с заказами покупателей. В рамках заказов можно даже использовать авансовые платежи. Продажи по предоплате и в рассрочку. Про весы мы уже упомянули, но они нужны далеко не всем. Также настоятельно рекомендуем подключить сканер штрих-кодов, потому что пользоваться камерой смартфона не всегда удобно. Если вы работаете на умной кассе MS POS, то в большинстве случаев этого будет достаточно. А вот если вы используете простой смартфон или планшет, то по закону вам потребуется подключить совместимую онлайн-кассу. Впрочем, можно обойтись и без нее, если воспользоваться удаленной физкализацией. Или, проще говоря, возможностью удаленной печати чеков через облачное приложение «Один из касса». Это режим, при котором чеки ваших курьеров будут без дополнительной оплаты печататься прямо на кассовом аппарате в вашем магазине. Кстати, об этом тоже есть ролик на нашем канале. Посмотрите его внимательно, там есть ряд ограничений. Для приема оплаты банковскими картами есть несколько способов. Во-первых, можно купить умные кассы MS POS E или MS POS D с уже встроенным эквайрингом. Во-вторых, можно подключить внешний совместимый банковский терминал, например, от Сбербанка. Но есть и совсем простой способ. Если ваш смартфон поддерживает технологию NFC и работает на операционной системе Android версии 9 или выше, то вы можете принимать оплату бесконтактными банковскими картами прямо на смартфоне без всяких терминалов. Подробнее об этом мы рассказывали в отдельном видеоролике. Приложение 1С Мобильная касса можно использовать и само по себе. Товары можно заводить прямо в смартфоне и торговать себе на здоровье. Но набирать названия товаров прямо на экране смартфона это не совсем удобно. Гораздо лучше подключить 1С Мобильную кассу к полноценной товароучетной программе 1С. Например, к 1С Рознице, 1С УНФ, 1С Управление торговлей или 1С Бухгалтерии. При включении такой синхронизации товары и новые заказы можно будет создавать только в товароучетной программе. Зато там это делать гораздо удобнее. А еще проще подключить 1С Мобильную кассу к программе 1С Касса. Это можно сделать буквально в несколько кликов. Подойдет даже бесплатный базовый тариф 1С Касса. Кроме того, при подключении к 1С Касса у вас на смартфоне появится возможность работать не только с ручными, но и с фиксированными или накопительными скидками ваших постоянных покупателей, данные о которых хранятся в 1С Кассе. Прежде всего нужно помнить, что приложение 1С Мобильная касса это приложение для кассира или курьера. Остатки товаров в ней посмотреть нельзя, для этого нужна товароучетная программа. Там же в товароучетной программе придется осуществлять приемку маркированных товаров или алкоголя. В 1С Мобильная касса их можно только продавать. А еще следует помнить, что 1С Мобильная касса создавалась специально для малого розничного бизнеса. Поэтому никаких сложных функций и хитрых сценариев в ней нет. Так что прежде, чем начинать ее внедрение, стоит сначала проверить, подойдет ли она вам. К счастью, сделать это можно совершенно бесплатно. Самый простой способ попробовать 1С Мобильную кассу скачать ее из Google Play. Размещенная там бесплатная версия вполне работоспособна, хотя имеет ряд ограничений. Нельзя работать с алкоголем, не работает функционал заказов, обмен данными возможен только с приложением 1С Кассы. А еще в списке вашей номенклатуры не должно быть более 200 товаров. Убрать все эти ограничения можно в платной версии 1С Мобильная касса. На Google Play она стоит всего 99 рублей в месяц. Но можно купить и пожизненную лицензию с бесплатными обновлениями. У любого партнера фирмы 1С всего за 1800 рублей. Ну а если вы приобретаете умную кассу MS POS, то вечная лицензия полной версии 1С Мобильная касса уже будет установлена на ваше устройство. Также с бесплатными обновлениями. Программа 1С Мобильная касса продолжает развиваться. В планах на 2021 год сделать интерфейс еще более удобным. Особенно для устройств с большим экраном, таких как MS POSTE. А еще постараемся реализовать оплату покупок через QR-код с помощью системы быстрых платежей. Кстати, вы тоже можете повлиять на развитие 1С Мобильной кассы. Присылайте нам свои предложения и пожелания на электронный адрес простособака1с.ру. Мы обязательно их изучим самым внимательным образом. Ну что же, на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Справочное бюро предпринимателя, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще больше полезной информации. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok